Эти юркие, еле заметные одноклеточные инфузории-туфельки так быстро передвигаются с помощью маленьких ресничек. Многие помнят их еще со школьной программы, но вот увидеть вживую, под микроскопом, другое дело, делится Владимир Корой. Рассказывает, инфузории живут в пресной воде. Собственно, ее он с друзьями и изучает. Пробы берут в основном из местных рек. У меня достаточно простой старенький микроскоп. Я сейчас рассматриваю капельку водички из нашего Курского водоема. У меня здесь инфузории-сулойки. Кстати, некоторые живущие в местных водоемах организмы – древнейшие существа. К примеру, эти – цианобактерии. Они помогли сформировать Курскую магнитную аномалию. Дело было так. Два с половиной миллиона лет назад территорию региона покрывало море, в котором было много железа. Цианобактерии выделяли кислород, происходил процесс окисления. Образовался осадок. А уже из него Курская магнитная аномалия. Такого на обычных уроках точно не расскажут. И уж тем более не покажут. С одной стороны, это погружение в такой необычайно особенный зоопарк, который вы нигде не встретите. А с другой стороны, это для некоторых, например, те, кто будет поступать куда-то, это может быть путем и в ветеринарию, и в медицину, ну и в принципе в естественные науки, имеющие отношение к биологии. Владимир Корой рассказывает. Увлекся необычными наблюдениями еще в детстве. Тогда мощные оптические приборы ему были недоступны. Поэтому сам соорудил микроскоп. Тогда уже рассматривал прудовую воду и тогда уже, конечно же, хотел встретить соратников, которые также этим интересуются. Сегодня у меня уже микроскоп достаточно мощный, медицинский. И в этом городе, к счастью, есть люди действительно увлеченные изучением, рассмотрением микроорганизмов, в частности пресноводных микроорганизмов. И благодаря тому, что такие люди есть и в моем окружении теперь, удается создать уже такое небольшое сообщество. Кстати, увидеть некоторые организмы можно даже без микроскопа. Достаточно соорудить простейший прибор из того, что есть под рукой. Некоторые микроорганизмы настолько огромны в своих размерах, что имея всего лишь фонарик, кусочек стекла и каплю воды с этими микроорганизмами, можно уже снять видео об их поведении. Мало того, что не просто о том, что они там есть, а о том, какие у них есть даже шаблоны, движения, перемещения, вплоть до того, что можно выполнить подсчет. Куряне уже создали группу ВКонтакте, где делятся своими наблюдениями. Вступить в нее может каждый. В Клубе микробиологов-любителей рады всем. Анастасия Давыдова, Анастасия Черкова. События дня.